Мастер и Маргарита Известно, что духовным центром земли христиане изначально считали Иерусалим, а центром Иерусалима был храм Гроба Господня. Удивительно, но этот духовный центр мог перемещаться и в пространстве, и во времени. Тот город, который принимал на себя обязанности спасения христианского мира, и назывался Новым Иерусалимом. На Руси издревле эти трансформации приобретали вполне конкретные очертания. Древняя Русь – пространство и время. У нас в гостях историки Игорь Данилевский и Владимир Рудаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Данилевский – заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций в том числе «Древняя Русь. Глазами современников и потомков» и «Повесть временных лет. Основа изучения летописных текстов». Владимир Рудаков – выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук, обозреватель журнала «Профиль», автор публикаций монографий в том числе, «Монгола-татара. Глазами древнерусских книжников середины XIII-XV веков». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Казалось бы, самое объективное, в чем мы существуем, это пространство и время. И как оно могло восприниматься по-другому? На самом деле оно воспринималось совершенно по-другому, и это было связано, на мой взгляд, с целым рядом обстоятельств. Во-первых, время для человека Древней Руси, так же, как и для человека средневековой Западной Европы, для человека античности, оно имело совершенно другое ценностное наполнение. Потому что у нас сейчас время все расписано. Мы сейчас говорим, я могу сказать, что через несколько часов я буду сидеть в Санкт-Петербурге, уже не в Москве, и там решать какие-то свои вопросы. Это воспринимается совершенно нормально. Извините, Радищев, для того, чтобы попутешествовать из Петербурга в Москву, потратил месяц. В 18 веке, скажем, генерал-губернатор, которым назначался куда-нибудь в Восточную Сибирь, ехал сменять своего предшественника, не зная, что за ним уже едет следующий генерал-губернатор, потому что в Питере произошел переворот, уже послали ему на смену, он еще не принял дела, а второй уже сменщик едет, но они об этом узнают только через несколько месяцев. Почему? Другие средства сообщения, другая скорость передачи информации, и пространство для них имело другое протяжение, и другое наполнение, и время. Время не было так ценно, как сейчас. Часы появляются очень поздно. Вот в Москве первые башенные часы, это начало 15 века. В 1404 год. В 1404 год, когда первые башенные часы появляются. Ну, это первые, а так 16 век, по-моему. Причем часы импортные. Да, да. Сербский монах Лазарь их устанавливал, то есть это пересадка на нашу почву, их технологии. И стоит это 120 рублей. Сумма чудовищная по тем временам. Чудовищная сумма, ну что вы. Чудовищная сумма, потому что, знаете, когда-то за Василия II запросили, чтобы его отпустить из плена, в которую его взяли татары, 200 рублей. Да? Вру. 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей – это стоила вся русская земля тогда, со всеми селами, городами. Это огромная совершенно сумма по тем временам. Но что интересно, вот часы появляются в начале 15 века, а записи с точностью до часа событий фиксируются уже в 11 веке. Самые известные часы России, кремлевские куранты, не были первыми, но появились давно. В 1621 году английский мастер Христофор Головей сделал часы, для которых на Спасской башне был сооружен каменный верх. Но в 1706 году там были установлены новые часы, купленные Петром I в Голландии. Современные кремлевские куранты изготовлены в 1851 году фирмой братьев Бутеноп в Москве. Диаметр циферблата более 6 метров, высота римских цифр 72 сантиметра, а длина часовой стрелки почти 3 метра. Часы в Европе появляются. Вот такие часы, которыми можно публично пользоваться, появляются в 13-14 веке. Вот эти вот часы на башне городов, раньше их нет. Тем более нет средств индивидуального учета времени. Потому что еще технически невозможно это было решить. Вообще хронометрия – это очень хитрая такая дисциплина. Это дисциплина, которая изучает измерение времени часовое. Это не календари, которые измеряют время в течение года. Это не хронография, которая измеряет годы, десятки, столетия. Это хронометрия, которая изучает часы внутри суток. Это вообще очень сложная штука. Вот понимаете, у нас не всегда это нормально воспринимается. Человек начинает воспринимать время очень рано. Вот судя по находкам, и это интерпретации очень аккуратные. Уже в верхнем палеолите человек начинает создавать календарь. Что такое календарь? Вот придется остановиться на таких технических проблемах, но они очень хитрые. Солнцеворот хотя бы, лунные, цикл. Вы знаете, когда-то у нас была очень такая любопытная беседа. Есть замечательный такой историк Карл Гинсбург. Один из очень известных историков в мире. И я ему сказал, что я использую сказки Остера, когда преподавил вспомогательные дисциплины. Он рассмеялся и говорит, а как это? Я ему рассказал пару сказок о 38 попугаев. Ведь эта сказка, она философская сказка о теории измерений. Удавов нельзя измерять удавами. Их можно измерять мартышками, попугаями, слониками. Но для того, чтобы измерить удавы, надо иметь что-то отличное. Вот сутки, месяц, год – это нечто принципиально отличное от времени. Это не время как таковое. Это то, с помощью чего измеряют. И три единицы, они очевидны, потому что Солнце всходит и заходит каждый день. Луна меняет свои фазы каждый месяц. Цикл, скажем, смены сезонов каждый год. Вроде бы это объективная такая штука. Беда только в одном, понимаете. Все эти три единицы, они несоизмеримы между собой. Невозможно найти такого количества лунных месяцев, которые содержало бы целое число средних солнечных суток. Которые, кстати сказать, тоже не равны сами себе в течение года. Пределение – это мы получаем бесконечную непериодичную дробь. То есть это иррациональные числа. Тропический год не содержит не то, что там целого числа месяцев или дней, но это тоже бесконечные непериодичные дроби. И вот человек составляет разные системы летосчисления для того, чтобы попытаться согласовать эти три несоизмеримые единицы. Откуда и такое количество календарей? Они делятся на три типа. Это лунные календари, самые ранние. Лунно-солнечные календари очень сложные, но мы с ними знакомы, потому что Пасха отмечается как раз по лунно-солнечному календарю. Есть солнечный календарь, которым мы пользуемся в обиходе. Хорошая такая штука, но вопрос, ладно, на календаре это понятно, надо было рассчитывать какие-то производственные циклы, но вот внутри суток зачем делить эти самые часы? Ну, захотел есть – поел, захотел спать – лег спать. Нет, человек начинает измерять это время, причем мало того, что измерять, начинает фиксировать это. И вот это вот одна из загадок. С другой стороны, есть пространство, которое человек преодолевает. Человек постоянно, вот на протяжении всей истории, он приспосабливает пространство к себе. Он пытается его сделать более удобным. Он пытается это пространство сократить. Есть вопрос, на который у меня, скажем, нет ответа. Вот изобретая новые средства передвижения, все более и более быстрые, да, человек сокращает что, пространство или время? Он сокращает время передвижения по пространству, которое остается вроде бы неизменным. Но это пространство тоже менялось. Но что интересно, вот человек в Западной Европе, в Древней Руси, он очень медленно двигается. Скорость передвижения 25-30 километров в день. Это день пути пеший, так называемый. Это единица измерения, человек все измерял самим собой. Вообще тогда он жил в более комфортной, я бы сказал, мире, потому что весь мир был сосредоточен над человеком. Он измеряет пространство собой и тем, что у него есть под рукой. Удивительная вот вещь. Да, мы смотрим произведения древнерусского зодчества. Или западноевропейской архитектуры. Они потрясающе гармоничные. Там нет дисгармонии. И великий архитектор Ле Корбюзье, он как-то задался вопросом, ну почему? Они имеются разные размеры, но они все красивые, они все пропорциональные. Мало того, там постоянно присутствует то, что называется золотое сечение. Золотое сечение, просто напомню, что это деление одного отрезка на две неравные части. Меньшие из частей относятся так к большей части, как большая часть к отрезку в целом. И Ле Корбюзье путем довольно сложных умозаключений пришел к потрясающему выводу, что это пропорции человеческого тела. Невероятно сложные системы при пересчете. Страшно неудобные. Малая пять, большая пять, малый локоть, большой локоть. Махава, Сажель, нервные. Совершенно верно. Они все пытались понять принцип этот. И система фут-дюйм. Вот сейчас удобная система. Метрическая система, метр, одна сорокамиллионная часть земного меридиана. Но на самом-то деле это жутко неудобная единица. Она оторвана от человека. Мы не найдем вещей, которые там скажут. Крышка стола. Вот попробуйте найти мне крышку стола, которая будет на метр от пола. Она будет неудобной. Или 50 сантиметров сидения стула от пола. Она будет неудобной. Это будет 76 сантиметров. Почему? Все приспособлено к человеку. Невероятно гармоничное вообще создание. Две малые пяди. Это малый локоть. Две большие пяди. Это большой локоть. Четыре больших локтя. Это маховая Сажель, это мой рост. То есть я вот при помощи этих самых простых вещей могу сразу спроектировать то, что мне удобно, то, что приспособлено будет для меня, то, что будет эргономично, как сейчас. Сейчас, да, эргономика, да. Что это им давало? Вот такое приспособление, пространство к себе. Они строят храм Покрова на Рву, да, в середине 16 века. За пять лет, вот современные КБ архитектурные, ну, без компьютеров, скажем так, да, когда вручную проектировали все, пять лет надо было только начертить чертежи в реальных размерах, потому что храм и восемь пределов, они все имеют разные размеры. Да-да-да. Почему? Как это вообще можно было сделать? Без полного профиля нельзя было рассчитать размеры плинфы, фигурных кирпичей и так далее. А снипов не было еще тогда? То есть нормы строительных, я так перевожу. Есть строительная норма. Эта строительная норма – сожень. И это все приспособлено к человеку. Это девять разных типов сожений, которые были. Круглая сожень, церковная сожень, царская сожень, трехоршинная сожень, маховая сожень. И это давало возможность сразу пропорционировать это все. И это все было гармонично. И еще важно, что это была целостная культура. И она была осмыслена. Вот, кстати, мы уже второй раз это слово упоминаем. Все было осмыслено. То есть не принималось как-то, откуда-то взялось это все. Все оказалось, что за этим стоит достаточно сложный и многолетний процесс осмысления, изучения, понимания и проникновения в суть предмета. Оказалось не только внешнюю, но и внутреннюю. Но вот то, что сказал Игорь Николаевич, мне кажется, очень важно еще в том смысле, что это позволяет взглянуть на культуру средневековую, не как на культуру примитивную, которая, скажем, не имела научных часов или карманных часов, или не соотносила вот эти вот маленькие промежутки времени. Не с точки зрения научно-технического прогресса. А все-таки это сложная культура, она просто иная культура. Вот эта вот ориентация, антропологизм ее, да, вот привязка к человеческим пропорциям, привязка времени, кстати говоря, к человеческим потребностям. Ведь часы, да, вот в нашем понимании, не измеряли не потому, что не умели, а потому что не было потребности такой. Поэтому и не умели. Не нужно было... А куда было торопиться? Куда было торопиться? И, кстати говоря, это выводит нас на размышления о феномене нашей современной культуры. Потому что на вопрос, сколько времени, да, мы всегда интуитивно тянемся за часами на руке. Хотя это именно феномен нашего современного индустриального, постиндустриального века, да. Для Средневековья такой вопрос, он вовсе не предполагал размышления над тем, сколько времени вот в данный момент и сейчас с точностью до минуты, секунды и часа. Это несколько иной подход к жизни, это иное мировоззрение. И вот мне кажется, что вот наш разговор о пространстве и времени, он важен еще и тем, что, пожалуй, вот именно отношение к пространству и времени наиболее ясно показывает различия культур. Потому что отношение к богатству, к собственности, к власти, это вещи, ну, как мне кажется, более все-таки, ну, такие... Стабильные, консервативные, я бы сказал. Хотя там несколько иное тоже содержательное наполнение есть. Но их уловить гораздо сложнее. А пространство и время – это вот действительно то, что нас окружает, то, с чем человек сталкивается в обыденной жизни. Когда мы говорим о пространстве и времени, это связано непосредственно с проблемой измерения вот этого пространства и этого времени. Хотя для меня всегда оставалось парадоксом. Если мы почитаем древнерусские источники, там очень редко упоминается расстояние как таковое. Там практически выпадают совершенно поехал и поехал. За редким исключением. Вот, скажем, Угумен Данил совершает хожение в Святую Землю. Он будет постоянно говорить, что ширина Генесарецкого озера такая-то, длина лавицы, на которой лежало тело Христа такое-то, высота такая-то, ширина такая-то. Все точно измерено. Причем измерено все теми же самыми пядями, локтями. Он дает огромное количество таких вот показателей. И это один из немногих источников, который нам позволяет понять вообще, какая система мира у них была. А так вообще они этого не упоминают. Время фиксируют постоянно. Вот время, которое, казалось бы, для них не имеет такой ценности, оно действительно не имело ценности в обыденной жизни. Потому что человек гораздо больше ориентировался на собственные потребности реальные. Он не расписывал себе, знаете, питание по часам. Вот после шести часов я ничего не ем на ночь. Нет, он если хотел есть, он не ел. В общем, это нормально, наверное, все-таки. По 12-му прибыть к великому князю. Да, да, да. Аудиенцы так вот не назначались. Расписание автобусов, поездов, троллейбусов нет. Отсутствует. Но время постоянно фиксируется. Пространства нет. Редкие упоминания, когда это пространство как-то зафиксировано. Хотя пространство для них это принципиально важная штука, которую надо преодолевать каждый день. У нас часто это выпадает из сознания, когда реконструируются какие-то исторические события, именно потому, что никаких указаний нет. Вот, скажем, извините за такой пример, Невская битва, да? Александр Ярославович внезапно нападает на шведов, которые послали ему, значит, вроде бы такой вызов, да? Ну, внезапно напал, это как? Вы прикиньте, что Устье и Жоры – это территория современного Санкт-Петербурга, да? Александр Ярославович сидит в Новгороде. Вот сколько надо двигаться из Новгорода в Санкт-Петербург? Сейчас и тогда. Это колоссальное расстояние. Это несколько недель. Понимаете? Несколько недель. Это выпало. Он внезапно напал, вот как будто это за угол ему повернуть и все. Ну, как нам в кино показали, так мы и думаем. Ну, да. А в кино показали именно потому, что в источнике в этом ни слова не говорится. Это выпало у них из описания. Это для них не важно. Это само собой разумеется. Никто ведь не будет говорить, что я пришел к вам одетый на передачу, да? Я знаю дело. Попробовал бы я прийти не одетый. Это в другие передачи. Это в другие передачи. Совершенно верно. Но это было бы из ряда вон выходящим событием. А так это нормальные совершенно вещи. Это даже не упоминается. А вот время они фиксируют постоянно. Ну, что интересно. Они потрясающе считают. Вот есть такое учение. Им же ведать и человеку числа всех лек. Кирик Новгородец какой-то, значит, он домистик был, то есть руководитель хора в Новгороде. Или не в Новгороде, потому что он новгородец. Тут сложный вопрос. Который дает такое поучение, как считать время. Он подробнейшим образом расписывает, как считаются годы, как считаются месяцы, как рассчитываются праздники, в частности, переходящие праздники. А потом он начинает считать, как рассчитываются часы, дробные часы. Причем эти дробные часы – это не просто части часов. Там несколько иная система деления, там не шестидесятиричные системы, как у нас, Вавилонская система. Там несколько иная система своя. А потом он начинает просчитывать, сколько прошло лет от сотворения мира до того момента, как он пишет. Сколько прошло месяцев, сколько прошло дней, сколько прошло часов, сколько прошло дробных часов. Он нигде не ошибается. В одном из списков «Русской правды» есть дополнительные статьи. Тоже какой-то умник. Такие странные очень задачи. Он рассчитывает, сколько у него будет овец и баранов. Если он купит такое-то количество, а они перенесут такое-то приплод, через столько-то лет у него будет столько-то, а он тогда продаст шкуры так, мясо так, это столько будет стоить. И он рассчитывает геометрическую прогрессию без ошибок. Или там пчелок рассчитывает с медом. То же самое. Абсолютно точно. В повести временных лет начинается расчет. Первая датированная статья, 6360 год. Когда летописк пишет. «Наченьшу Михаилу царствуйте, начайся образователь, русская земля. Отсели почнем и числа положим. Яко. От Адама до потопа». И он дает перечень лет, которые проходят между какими-то знаковыми событиями, не с его точки зрения. А и с точки зрения читателя тоже. Это знаковые события в сакральной истории. Библейская история в основе, а потом продолжается уже и в русской истории. Повесть временных лет. Общерусский летописный свод составленный в Киеве во втором десятилетии 12 века. Повесть составлена в Киево-Печерском монастыре. Автор ее неизвестен. Традиционно считается, что им был Нестор, чей текст был отредактирован игуменом киевского Выдубицкого монастыря Сильвестром. Текст основывается на так называемом начальном летописном своде в конце 11-го столетия, дополненном другими источниками. Есть разные подходы к измерению. Есть сакральное время, а есть обычное время. Мы сейчас подходим с точки зрения арифметики, тому, чему нас учили самую примитивную часть математики, простые числа, суммы и так далее. То, что нам дают в начальной школе. И нам кажется, что все так и мыслят. Это логика нашего человека. 2 плюс 2 — 4, 2х2 — 4, 3 плюс 3 — 6, а 3х3 — 9. Для них это имеет совершенно другое наполнение. И это для них нормальное число. Причем это число потом будет повторяться в повести временных лет. Но под очень интересным соусом. Там вдруг будет указано, каковы размеры останка Вавилонской башни. 5 433 локтя. С точностью до единицы совпадает. Для них вот эта вот сумма, она несет какое-то очень серьезное наполнение. 5 433 — 5 434. Что за этим стоит? Не знаю. Это очень сложная система. До нее очень трудно докопаться. Ну, может быть, тот, кто писал, он, во-первых, писал не для себя. Он писал для тех, кто будет читать. Значит, культура была такова, что люди, воспринимая этот текст в силу каких-то ассоциативных... Они понимают очень хорошо, о чем это речь. И вот сейчас, дошифровывая, если так можно выразиться, хотя тут теория дошифровки не подходит, мы пытаемся, вернее, фактически мы уже понимаем, что было не все так просто. И люди были далеко не примитивными, а может быть, даже с точки зрения духовного наполнения жизни и понимания своего места на земле, более цивилизованными, чем мы сейчас. В этом смысле. Да, они вкладывали иные смыслы часто в те цифры, которыми они оперировали. Но вот если можно, я приведу еще один другой пример. Скажем, Серпион Владимирский, проповедник конца 13 века, который известен благодаря тем пяти поучениям, которые он, видимо, произнес. Будучи поставленным на епископский стол у Владимира, все пять поучений посвящены той ситуации, которая сложилась тому времени в результате монголо-татарского нашествия. В одном из поучений Серпион говорит о том, что к 40 годам приближается там ление и мука. В свое время это поставило, ну, фактически в тупик целую группу исследователей, которые пытались с помощью этой цифры 40 лет датировать поучение. Потому что кто-то пытался отсчитывать это от битвы на Калке, с которой, в общем-то, никакие томления и мука еще не начались. Тогда получалось, что он мог произнести это слово 1223 плюс 40 лет, 1263 год. И значит, он произносил это не во Владимире, а в Киеве, где он был, игуменом в Киеве, в Печерском монастыре. Кто-то полагал, что он, ну, как-то ошибся, потому что он после... Год всего был на Владимирской кафедре, а потом умер, значит, через 40 лет после начала монголо-татарского нашествия. То есть в 1277 году он физически не мог произойти. То есть какая-то абракадабра получалась. А судя по всему, вот если, так сказать, посмотреть эту цифру, произнесенную Серпионом в общем контексте выступлений, он-то говорит о том, что происходящие на Руси события, они похожи вот с теми испытаниями, которые вы выбрали на долю Израиля, который 40 лет блуждал по пустыне для того, чтобы очиститься и скупить. Да и блуждал за грехи, за которые наказал Господь. Да, и нашествие, которое воспринималось как наказание за грехи, оно в данном случае очень четко показывало, о какой цифре идет речь. И для него неважно было, 33 года прошло с момента нашествия или 42. Математика интересовала смысл происходящего. Есть другой пример из той же самой серии, тоже с 40 годами. Помните, это связано с Иваном Калитой, когда 40 лет, потом тишина, и все говорят, ну, он не правил столько. Конечно, не правил, и об этом никто и не пишет. Для них это математика, это не наша математика. Для нас это формальные числа, количество. А для них это сакральный образ. С помощью которого они пытаются донести до нас смысл того, что происходит. У нас вообще сдвиг вот этот идет, когда мы считаем, все источники писали для нас. Чтобы мы знали, как это все потом было, а потом мы составили свои реконструкции, то, значит, восстановили, как все было на самом деле. Ну, кстати, мы тоже пользуемся такого рода аналогиями. Вот мы говорим, век просвещения. Мы же в данном случае не имеем в виду ровно 100 лет просвещения. Мы даже не задумываемся, когда этот век начался, потому что на этот счет есть разные точки зрения, когда он закончился. Мы употребляем век в ином смысле. Или фраза, которая меня в детстве всегда убивала. Я никак не мог понять ее смысл. Последние известия. Спасатели сказали бы крайние все-таки. Я никак не мог понять, почему они последние. Хотя для человека, скажем, древнерусского, последние годы, да, последний век, да, это последний век, это совсем... Вероятно, древнерусский человек, услышав по телевизору фразу «последнее известие», Сергей Переполошился. Пришел бы к вводу, что вот-вот на носу уже конец света. Сразу надо исповедоваться. И как минимум выключил бы телевизор. Да. И все другие электроприборы. На всякий случай. Вот эта знаменитая фраза «поэт из северного века», это же вообще несколько лет. Конечно. То есть это образы, это метафоры. Для них эти количества – это тоже образы и метафоры. Значит, тогда летописис, который или вот... Сиропион Владимировский. Да, Сиропион Владимировский. Они вкладывали в то, что они делали, в первую очередь, смысл. Их не интересовало фактологическое. Да. Их донесение не интересовало. Коммуникационный эффект не интересовал. Или он, да, ну и там как-то присутствовал, но это было не главное. Вопрос, если это, вот как вы сказали, коммуникационный эффект, для кого и зачем? Вот какая разница, в котором часу, скажем, выступил засадный пол в Куликовской битве, да? Да. Ну какая разница, что это восьмой час или седьмой час? Они же не пишут отчет, там, реляционно высочайшее имя, да, о проведенном сражении. Там совсем другое идет. Причем это через 150 лет после самого сражения вдруг память возродилась. Владимир Николаевич написал потрясающую совершенно работу, которая на меня очень сильное впечатление произвела в восьмом часе, вот в Куликовской битве. Да, да. Когда многое стало на свои места для меня. И любопытно, что идея поставить часы для того, чтобы описать события, возникает вот совершенно верно не у современника, не у ближайшего потомка, а спустя сто с лишним лет. Тут можно, я не знаю, может быть сравнить этот художественный прием, скажем, с тем, как Толстой описывал войну 12-го года. Это человек очень далеко отстраненный и понятия не имевший. Даже если бы там время-то это рассчитывалось во время Куликовской битвы, он бы не знал бы этого точно. Ох, если бы мы с вами сейчас почитали бы отклики участников Бородинского сражения на войну и мир, как ругали все Толстого, как он все извратил. Толстой пишет тоже не отчет, да, не стенограмму Бородинского сражения и войны 1812-го года. Он пишет о другом, он создает художественное произведение, к нему так и надо относиться. Хотя оно, конечно, накладывает отпечаток на то, как мы воспринимаем теперь. И войну 12-го года, там, образ Кутузова. Но то же самое касается и древнерусских авторов. Ну вот если говорить о Куликовской битве, сказание о Мамом Побоище, которое возникает где-то на рубеже уже 15-16 веков, есть очень любопытный рассказ, собственно говоря, о засадном полке. Больше этот рассказ ни в каких памятниках не встречается, хотя мы его воспринимаем практически как реальный. Засадный полк решает исход битвы, стоящей в Дубраве засадный полк. И вот во время кульминации сражения там происходит драматичный разговор между формально возглавляющим полком Владимиром Андреевичем Сержпуховским и его воеводой Дмитрием Михайловичем Боброком-Волынцем. Князь Владимир пытается выйти на помощь гибнущему христианскому воинству, а воевода останавливает, призывая ждать времени подобное. И в целом ряде ранних списков сказаний по Бобойщему он называет даже точно это время. Восьмого часа ждите, он говорит. На первый взгляд странная ситуация. Как можно ждать восьмого часа? Кварцевые, механические. И почему? Какова логика, да? Почему нужно именно восьмого часа? В половину восьмого у них там легкий завтрак, и поэтому нельзя пропустить. В чем прикормить? Камей кормить, да. А когда происходит тот самый восьмой час, как пишет автор сказания, дух южный потянул сзади них. И Боброк, этот дух воспринял как сигнал к тому, что нужно начать сражение, и полк вступает в бой и побеждает. Ну, что именно человек представил, так, восемь часов, ветер поменялся, значит, нам в спину или наоборот. Тогда, понимаете, возникает хороший вопрос. Я сегодня выхожу из дома и слушаю внимательно погоду, потому что мне говорят, местами, временами, возможны кратковременные дожди. Но я знаю, что почему-то они выпадают вот в тех местах, где я бываю, да, именно в то время, когда я выхожу из помещения. Поэтому я беру с собой зонтик. Хотя он может и не пойти. А представляете, какой гидрометцентр работал в 14 веке, если бы Бобраково-Лынскому сказали, ребята, вы подождите восьмого часа, мы подуем с юга. Ну, я хочу сказать, что это даже не то, что вот мы не так это понимаем, да, немножко. Даже, скажем, Василь Никитич Татищев уже не очень понимал смысла. И он вот эту вот логику Бобраково-Лынца, который, так сказать, после того, как дух южный, он это импритировал вообще таким образом, что это, во-первых, ветер был встречный, сменился на попутный, а во-вторых, солнце светило русским глаза. Ну, зачем конница, тяжелый вечер? Он уже понимал, уже Татищев понимал, что с ветром какая-то тут мистыковка. Причем тут ветер для конницы. А потом этот ветер, если посмотреть на схему сражения, это как раз в морду винт, понимаете? То есть это тот самый ветер, который дует в лицо наступающему. Да, русские наступали с севера на юг, и, соответственно, южный ветер... Ну, вовсе не попутный. Ну, историки там фантазировали, что вот пыль, поднимаемая лошадьми, она била, как в лицо. Как коренцы, ну, первым не бил, ну, вторым-то там сзади, если масса лошадей... Нет, вообще-то говоря, они туда выехали... С какой задачей? Красиво отдохнуть вдалеке от семей, да? Или все-таки граждаться и переносить те или иные невзгоды? Но вот мне кажется, любопытно, любопытен, например, тем, как современный человек, и несовременный даже человек 18 века, такой как Татищев, достаточно образованный, интерпретирует сведения источников. Вот дух южный уже воспринимается, как ветер южный. И Татищев, человек, в принципе, родившийся в достаточно, ну, так сказать, в оцеркленной культуре, да, не такой секулярной, скажем, как в наше время, он уже находит эту интерпретацию вполне рациональную. Ну, понятно, 18 век, век достаточно рациональный. Между тем, судя по всему, речь идет о духе, о нематериальной силе, и сказание, по-моему, побоище содержит намек на это, потому что перед битвой некто из воинов Дмитрия Донского по прозвищу Фома Коцебеев «Разбойник», как о нем пишут, сказание, рассказывал князю приметы, которые он видел. И, среди прочих, было видение двух воинов, под которыми угадываются Борис и Глеб, святые, сродники великого князя, родственники его, да, которые тоже с юга приходят и громят полчища вот этих вот поганых, которые выступили против Руси. Это в видении Фомы. А в реальной битве, после того, как дух Южный сподвигает засадный полк выступить против татар, среди бьющихся на поле Куликовым, не только воины Дмитрия Донского, там, засадного полка, но и те же самые святые Борис и Глеб, которые секут татар столь же нещадно, как и реальные участники сражения. Это говорит о том, что описывая вот это вот при помощи терминов пространства и времени, южный ветер, восьмой час, книжник имел в виду вовсе не восьмой час, который он там точно не мог измерить и который точно, память которого не могла сохраниться к началу шестнадцатого века, он имел несколько иные вещи. Восьмерка, судя по всему, в день Рождества Пресвятой Богородицы, на котором приходилось... Это 8 сентября. Для них это день Рождества Пресвятой Богородицы. 688 год, к тому же. Да еще и год, когда была Кирео-Пасха. То есть, когда Пасха приходилась на 25 марта. То есть, Благовещение и Пасха совпадали, а это был знак, что вот-вот наступает конец света. Тут вообще стечение было обстоятельств. Просто потрясающе. Ну, если даже переводить на современный язык, людям терять было нечего, наступают последние дни. Совершенно верно. Последние известия приходят. И восьмерка – это символ как раз вот этого времени. Потому что 7 дней творения, 6 дней творения, 7-й день отдыхает Господь, а 8-й день наступает после Страшного Суда. Это символ вечности. Да, восьмерка. Не случайно, скажем, еще Дмитрий Сергеевич Лихачев, кстати, его человек вполне, так сказать, секулярной все-таки культуры, внешней, по крайней мере, отмечал вот восьмиугольник, в который была вписана икона «Спас в силах». Восьмерка – это символ вечности. Восьмиугольная форма крещальной купели средневековой, которая тоже обозначала то, что тот, кого крестят, он приобщается к вечной жизни тем самым. Ну, и дух южный, кстати говоря, юг вообще. Крест православный уже восьмиконечный. И дух южный в богослужебных книгах есть свидетельство, причем в средневековых, о том, что бог от юга приходит, и это пение, это стихира содержится именно, приходится на день 8 сентября. Богорочное. Да, то есть это достаточно такой вот плотный ряд образов, символов, которые сходятся именно в этот день. Мы как раз видим, что пространство и время для этого человека очень тесно сопряжено. Символическое восприятие времени и символическое восприятие пространства, в отличие от нашего восприятия, очень рационалистическое. У нас поэтому и возникают такие страшные совершенно идеи насчет пыли, солнца, ветра. Там прямо написано, дух южный потягнул позади их. Дух, а не ветер. Позади их ветер не мог дуть от них. И так далее. То есть там совершенно другая система измерения этого времени и этого пространства. И тут мы переходим уже к следующей еще теме, потому что там огромное количество всяких тем. Страны света имеют ценностное наполнение. Да, запад-восток. Запад-восток, север-юг. Скажем, на востоке все точно знали, что находится рай. Если как следует идти на восток, то можно достигнуть рая. Причем это не только в нашей культуре. Вот вы знаете, читая дневники Христофора Колумба, я никак не мог отделаться от мысли, что вот когда сказали, что он сошел с ума, а он начинает говорить, что вот я наконец достиг своей цели, Эльдорадо. Он начинает описывать то, что происходит. У меня такое впечатление, что вообще-то он для спонсоров своих, конечно, рассказывал всякие истории насчет Индии, в которой там есть всякие драгоценные товары, которые можно привезти и так далее. Но он, боюсь, не случайно, именно в 1492 году попадает вот в ту самую точку, но он пошел не вокруг Индии, он попытался подойти с другой стороны, к тому самому моменту. Понимаете, 1492 год – это 7000-й год от сотворения мира. Конец света. И у меня такое впечатление, что он, в общем-то, подгадывал и время, и место, в котором следует оказаться в этот момент, кроме всего прочего. Где встретить вечность, которая выступала после как раз седьмой. Которая на восстановке. Но зайдем к нему сзабы. Хотя, по всему, далеко не все современники поняли, в чем фокус, поэтому на всякий случай заковали его в кандалы и отправили, значит, в Испанию, потому что это производило страшные впечатления. Вообще, понимаете, все не так просто. При этом для меня вот тоже загадка. Для них Восток – это не просто Восток. Вот направление, если мы стоим лицом к Солнцу, да, в полдень, то Восток будет с левой стороны, Запад будет с правой стороны. Они, скажем, могут искать рай на севере. Хотя север, полуночные страны, это вообще не хорошая сторона. Но есть рассказы о том, как один новгородец с сыном, они, значит, отправились на север, причем там было совсем темно, солнце не всходило, ясно, куда они отправились, да, но было сияние божественное. И вот они за горой услышали какое-то божественное пение и поняли, что они приблизились к краю, отправили человека, чтобы он посмотрел, что там такое, чтобы рассказал. Тот забежал наверх, рассмеялся, всплеснул руками и исчез. Они тогда второго запустили, сказав, чтобы он все-таки сообщил. Тот сказал хорошо, добежал тоже, всплеснул руками, засмеялся и исчез. Они тогда третьему привязали к ноге веревку, на всякий случай. Он подбежал тоже, всплеснул руками, они дернули за веревку, он скатился мертвый уже. Но они вплотную подходили. Хотя тут же может быть рассказ о том, что, да, вот в странах полуночных там искрежет зубовный, слышно, и лед, и всяцкие муки там. Для них это все совмещается. Это не конкретный восток географический. Это не конкретный север географический. Они знают, что где-то на востоке... Не одно понятие, а комплекс понятий. Комплекс понятий, причем очень сложные системы. Они точно будут прописывать, скажем, сколько небес существует, где что находится. Вот вы сказали, что они не так примитивно думали. Есть рассказы о падающих звездах в древнерусских источниках. Причем, что интересно, они пишут, это не звезды падают. Звезды, они очень большие. Если бы они упали, то много городов и весей погибло бы. Они просто кажутся маленькими, потому что они очень далеко находятся. Понимаете? Они пытаются измерить расстояние до Солнца. Они измеряют расстояние до неба. У них свои представления. Вот мы как-то уже говорили о том, что они и Землю-то себе очень интересно представляют. Они говорят, это не блин, который стоит на семи столпах. Если бы это на семи столпах стояло, то столпы-то на что-то должны опираться. Там своя логика есть. Они говорят, нет, Земля яйцеобразная. 14 век. Земля яйцеобразная и висит в пространстве, ничем не поддерживаемым, только Божьим повелением. Для меня вот была загадка, скажем, с появлением этих самых часовых дат в древнерусском летописании. Так же, как и загадкой было появление дат и хронографических, то есть годовых дат, и календарных дат. Вот это мало кто знает из специалистов, но до конца 60-х, начала 70-х годов 11 века велось летописание, но там не было лет. Для нас, кажется, летописание-то обязательно... А вы знаете, что Деяния апостолов называли летописанием? Вот попробуйте в Деяниях апостолов найти даты. Нет там даты. Просто нет. Но это тоже летописание. И вдруг появляются годы, причем моментально появляются год, календарные даты и часовые даты. Их, судя по всему, расставляет Никон Великий, сподвижник Антония Печерского, духовник Феодосия Печерского. Зачем? Вот, судя по всему, происходит какой-то перелом в сознании, и у меня такое впечатление, что этот перелом был связан с тем, что изменились представления об условиях спасения. Вот, даже если мы посмотрим, скажем, слово о законе и благодати будущего митрополита Илариона, он говорит о том, что достаточно креститься, принять святое предчастие, чтобы спастись. Слово о законе и благодати – один из древнейших памятников древнерусской литературы и самый ранний памятник древнерусского торжественного красноречия. Считается, что слово написано будущим митрополитом Иларионом в середине XI века. Академик Дмитрий Лихачев писал о слове «Тема слова – тема равноправности народов, резко противостоящая средневековым теориям богоизбранничества лишь одного народа». Автор слова митрополита Иларион указывал, что «Евангелием и крещением Бог все народы спас, прославляет русский народ среди других народов мира и резко полемизирует с учением об исключительном праве на богоизбранничество только одного народа». Уже изборник 1076 года, это первый изборник, который мы знаем, древнерусский, изборник 1073 года был переписан с болгарского оригинала, а это составляли сами. Там совсем другая мысль. Мало быть христианином. Надо жить как христианин. А что такое жить как христианин? И там дальше у Кирилла Туровского есть, скажем, очень интересное описание, как это будет все представлено на страшном суде, что перед каждым ангелы бесовские разовьют свитки, на которых написаны все прегрешения этого человека. И ни от одного нельзя будет отказаться, потому что там написано, в каком году это произошло, в какой день недели, какого числа и в котором часу. И надо отчитаться по каждому. Если я отчитался, то есть я сказал, что я раскаялся в этом грехе, я больше в него не впадал, он будет вытреблен, он будет вычеркнут, а вот то, в чем не раскаялся, или впадал повторно, это мне будет в общий, так сказать, зачет внесено при определении наказания на том свете. И тогда становится понятно, что, судя по всему, для них вот эта вот сетка, годовая, календарная, часовая, она имеет принципиальное значение, потому что это указание на то, что человек раскаялся в таком грехе, либо он знает, что он совершил грех в этот момент, либо он совершил что-то такое, что искупает его предшествующие грехи, потому что есть ведь и такие поступки, скажем, Владимир Святой крестит русскую землю. Это искупает все его прегрешения, это убийство, там, да, вполне достаточно. Которых летописец вполне открыт сообщает, не делает этого секрета, видимо, понимая, что эта тема закрыта и... А для нас это странная вещь. Как так он сначала пишет, какие безобразия тут творил, значит, тогда-то, а потом вот он крестил русскую землю, и он святой. Для нас это парадокс. Для них это не парадокс. Это вот то самое осмысление времени и пространства, но другое осмысление, о котором мы говорили. Совершенно верно. Для них весь мир – это очень стройная система. Это мир, который был поделен между Симом Хамом и Афетом, между сыновьями Ноя. И с этого начинается, скажем, повесть ременных лет не с сотворения мира, а с разделения земли. Потому что летописцы интересуют, откуда пошла русская земля и где она стала. Для него русская земля – это не русская земля в нашем смысле слова. Она не имеет такой этнической окраски. Тогда еще понятия этноса нет. Не по паспорту русская земля. Это, судя по всему, русская земля, как земля, на которой исповедуется христианство раз, и служба ведется по-славянски два. К слову «земля» другое. Другое отношение к слову «земля», совершенно верно. И эта земля, ее так и изображают, там были карты типа ОТ, потому что был океан, который делился такой буквой Т, земли все на три части. Европа, Африка и Азия. Очень удобная карта, очень удобно пользоваться. Главное, что она всегда в голове, и не надо им куда ходить. Какие магазины, там атласы и карты. В центре находится точка, которая определяет все. Это центр земли, это пуп земли, это Иерусалим и Храм Господь. И тут мы возвращаемся к самому началу нашей программы. Попоминание феномена Новый Иерусалим, который и в западных цивилизациях тоже имеет место быть. Мы просто забыли, что там тоже были попытки создать Новый Иерусалим. И ближайший от Москвы. Мы о них можем и не забывать, потому что там очень интересная такая цепочка идет. Вот мы не всегда это понимаем и воспринимаем. И есть фраза, которая вот у меня просто, знаете, оскомину набила, потому что во всех учебниках, во всех популярных книжках написано. Вот Олег приехал в Киев и сказал, «Се, буди, мати, городом русским». Дмитрий Сергеевич Лихачев говорит, «Это мать городов, это калька с греческого митрополя, столица». Правильно, столица. Вопрос, сколько столиц христианского мира было? Был Иерусалим, был Рим. Какое-то время на это Ахин претендовал. Да, да. Константинополь, Киев. Если мы посмотрим, то это такая заявка, и мы тут забываем, что мы-то не с Олегом разговариваем. Это пишет летописец через пару столетий после него. Он вкладывает ему в уста, так сказать, пророческие речи о том, что здесь будет центр земли. «Мать городов» — это устойчивое словосочетание, которое в древнерусских источниках связано только с одним городом — Иерусалим. Это новый Иерусалим. И при Ярославе начинает отстраиваться этот самый новый Иерусалим. Он строит Киев золотые ворота. Да, они не потому золотые, что были обшиты золотом, или под него закопали золото. Нет. Это золотые ворота в Константинополе, которые отстроены во образ Константина Великим, во образ золотых ворот в Иерусалиме, через которые Спаситель въехал в Иерусалим на Ваи, и по преданию во время Второго Першествия он въедет в эти же ворота. Теперь уже ему ворота открыты в Киеве, потому что Константинополь исчерпал свою историческую функцию, Иерусалим Ветхий исчерпал свою историческую функцию, и этот Иерусалим, оказывается, он запросто путешествует по нашей карте. Для них это все равно центр мира. Кстати сказать, в Киеве там еще были и монастыри святого Георгия, и Ирины. Ну да, это заименитые святые Ярославу и его супруге Ирине Гегерде. Но точно так же расположены монастыри эти в Константинополе. Они всю городскую структуру переносят. У нас пишут, вот там, значит, упоминаются жидовские ворота в Киеве. Говорят, это было место локального поселения, значит, еврейской общины, которая там торговала. Да, действительно, там был достаточно такой солидный поселок, и с этим связаны там Пасничья беседа, еще несколько мест. Но посмотрите на план Иерусалима. Там тоже есть иудейские ворота. Они точно переносят этот самый план. Ну, не по карте, но в смысловом содержании. Понимаете? Золотые ворота потом переедут во Владимир. И там все будет выстраиваться под этот самый Новый Иерусалим. А потом, это будет в Москве, а потом Никон попытается вывести эту идею из Москвы, рассорившись с Алексеем Михайловичем и упрекая его в том, что тот на себя слишком много берет. Истру назовет Иордан. Так мало того. Вот вы знаете, я посмотрел сейчас, есть очень удобная штука, да? В Гугле есть карты, которые составлены из фотографий, там можно рассчитать расстояние, очень удобная штука. Можно посмотреть там в трехмерном изображении города, какие-то там, или Гранд Каньон. Я посмотрел, думаю, вот интересно, пишут обычно о том, что на одном Меридиане с Иерусалимом там отклонения километров четыре всего. Сколько? Четыре от истинного Иерусалима. Как это можно было сделать? Не знаю, в 17 веке. Он точно абсолютно переносит по Меридиану Иерусалим на Истру. Он строит храм по модели Храма Господнего Иерусалима. Там и Герстаманский сад. Пропорции те же, да. Пропорции те же самые, понимаете? Ориентация по сторонам света. Вот тот же самый Игумен Данил, да? Почему он так точно указывает все эти размеры? Это удивительная совершенно вещь. Причем, кто не путешествует, все начинают измерять эту самую лавицу. И нам ясно, как изменяет система измерений метрологическая, да? Линейные меры в Древней Руси. Дмитрий Сергеевич Лихачев написал довольно забавную такую вещь. Он написал, что, ну, Данил писал наставления для паломников в Святую Землю. Мне после этого хотелось задать вопрос, в каком турбюро работал Нифтегомин Данил, если он такие буклетики пишет. Нет. Он прямо пишет, и есть замечательные работы Карла Гордзанити, это итальянский исследователь, который занимается русистикой. Ну, у него высшее духовное образование, правда, есть. Он пишет, Даниил сам пишет, он пишет, это хожение для того, чтобы никто больше не ходил в Святую Землю. Здесь уже Святая Земля. Не надо впадать в грех гордыни. Вот оно, описание, пожалуйста, выстраивайте все это. Никон выстраивает здесь Новый Иерусалим. Кстати сказать, потом ведь эта идея будет и у Петра тоже, несмотря на то, что это секулярное сознание, он там вроде бы там издевается над церковью. Нет, он человек своего времени. То есть идея основания города с закладки храма Петра и Павла, именно Петра и Павла там. Никого-то еще, хотя вроде бы Петр, он святил. Ну, тоже ты заименитый вроде святой. Но это же и в Риме Петр и Павел. Совершенно верно. Хлодвиг начинает создание своей империи со строительства храма Петра и Павла. Я не знаю, знал ли об этом Петр. Это другой вопрос. Но эта идея, она постоянно существует. Страны света для них не пустое наполнение. Даты для них не пустое наполнение. Размеры для них не пустое наполнение. Это не внешняя какая-то вот штука, с помощью которой мы измеряем. Они измеряют жизненно важные для себя вещи. Издревле начальный момент системы летосчисления, то есть счета больших промежутков времени, отмечался тем или иным событием. Католическая церковь приурочила начало летосчисления к рождению Иисуса Христа. Так называемая новая эра в России введена указом Петра I в 1700 году. Православная церковь до сих пор использует эру от сотворения мира, так называемую Бизантийскую эру, начинающую счет лет за 5508 лет до Рождества Христова. Календарный год при этом начинается не с 1 января, а с 1 сентября по юлианскому календарю. У народов, исповедующих ислам, летосчисление ведется от 622 года нашей эры, даты переселения Мухаммеда, основателя ислама, в Медину. Есть, скажем, работы Кириллина, да, о символическом значении числа в древнерусской литературе. Очень интересная работа. Я как-то посмотрел, даже такая вещь, как упоминание дней недели. Вот для меня была загадка тоже. В повести временных лет за 250 лет один раз упоминается понедельник, один раз упоминается вторник, два раза упоминается среда, три раза упоминается четверг, пять раз упоминается пятница. Я даже знаю, сколько воскресенья. 17. Да, да, да. Понимаете, вот просто парабола такая. Да, да, да. Что такое? А для них это не пустые вещи. Для них это связано с какими-то жизненно важными событиями. Они числа не все упоминают. Вот я, например, могу перечислить целый ряд календарных дат, которые ни разу не упоминаются в летописи. А есть даты, на которые приходится по 15, по 20 событий. Бредовая, казалось бы, идея. Вот взять и посчитать, сколько там... Нет, она оказалась не такой бредовой. Для меня это было просто потрясением, когда я вдруг понял, что это для них тоже существенные вещи. называть число календарное или не называть, называть день недели или не называть. Надо указывать его вообще или не надо. Беда наших хронологов вот современных в том, что они сугубо прагматически подходили к этим материалам. На самом деле это невероятно сложный материал. Когда-то, начав заниматься древнерусской хронологией, я в какой-то момент остановился, потому что я понял, что я ничего там не понимаю. Хотя я могу посчитать. Я могу посчитать вам, когда была Пасха в таком-то году, на этот ли день недели приходилось такое-то число, это никаких проблем не составляет. Занимает, скажем, расчет дня недели от 15 до 20 секунд. Но это оказалось все не так просто. За этим стоят очень сложные структуры, это надо рассмотреть в таком культурном аспекте. попытаться ввести это все в мышление человека того времени, понять его. И вот эта структура мира, представление о пространстве, представление о времени, они оказываются настолько сложными и настолько интересными. И что вот удивляет, люди, когда общались, ну, те, кто писал, они, это же элемент общения, когда они адресовали свои тексты, свои мысли людям, они понимали, что восприятие это будет на очень высоком уровне ассоциаций. То есть не просто они прочитают зашифрованные какие-то намеки, крючочки, знания, а это ориентировано на достаточно высокий уровень развития, то есть цивилизации. Получается, что расшифровывая, или даже не расшифровывая, а понимая эти тексты вот сейчас, оказывается, что перед нами бездна, как в хорошем смысле, русской, то есть средневековая русская цивилизация. Это результат серьезной интеллектуальной работы, духовной интеллектуальной работы, которая была проделана и которая под толщей времени часто от нас просто скрывается. Поэтому я боюсь историков, которые говорят, сейчас я вам расскажу, как это было на самом деле. Увы, ах, это не так просто. Я боюсь, что многих вещей мы просто никогда не узнаем. Спасибо вам большое за сегодняшнюю содержательную и очень глубокую, как показалось, беседу. Надеюсь, наши зрители будут задумываться на том, где они живут сегодня и пытаться сравнить это, может быть, с тем, что было когда-то в нашей стране или на той земле, на которой мы живем. Причем, вкладывая в это понятие не совсем простой смысл. Спасибо вам еще раз. А с вами, друзья мои зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Истины с большой рукой. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова